Здарова всем! В этом видео мы рассмотрим самые популярные мифы, связанные с оптимизацией Windows под игры. И немного затронем тему железа. Короче, будет интересно, я начинаю. Но для начала я хочу задать вопрос. А что случится, если по какой-либо причине кто-то освоит возможности мозга на все 100%? Короче, я не знаю, кто придумал этот миф, что Windows по умолчанию не использует все доступные ей ресурсы, со исключением редких случаев, но почти в каждом видео про повышение FPS в играх можно встретить упоминания про msconfig. И что удивительно, для того, чтобы заставить Windows использовать все ресурсы железа, они используют именно тот функционал утилиты, который был придуман для ограничения этих самых ресурсов. Интересно, много FPS они прибавили таким способом? Мало того, из-за нее можно получить синий экран. Поэтому лично я использую эту утилиту для ограничения количества ОЗУ в целях тестирования. Хотя, раньше в ней можно было управлять автозагрузкой. Ну а потом появилась Windows 10, в которой настройки автозагрузки были перенесены в диспетчер задач. Также хочется отметить то, что когда у меня был процессор Intel Core i7-870, я ограничивал что-то через msconfig, у меня исчезали настройки плана электропитания. И процессор все время работал на максимальной частоте. А так как в нем вольтаж регулируется оффсетом, это приводило к более высоким температурам во время простоя. Вот моими видео, где я тестирую, как работают игры на слабом ПК, я изредка замечаю комментарии по типу, «Ты не можешь иметь 120 FPS при 4 ГБ оперативки». Смешно. Ведь количество оперативной памяти либо достаточное для игр, либо нет. Если его недостаточно, то игра будет сильно фризить или вылетать при запуске. Но вот конкретно 4 ГБ оперативки – это тот порог, когда большинство современных игр запустится и даже будут работать. Но лаги будут вашим частым гостем, чисто будут врываться в ваш геймплей как Капитан Прайс. Я даже снял для вас сравнение 4 и 16 ГБ ОЗУ. Вот какие результаты получились в Far Cry 5, а вот какие результаты я получил в Forza Horizon 4. Как вы можете видеть, FPS между разным количеством ОЗУ практически не отличается. Также часто можно встретить суждения, мол, SSD диск не нужен для игр, и это действительно имело место быть раньше, когда игры были не такими требовательными к ресурсам жёсткого диска. Но сейчас выходит всё больше игр с большим открытым миром, типа Киберпанка, которым обычного жёсткого диска уже не хватает, и он начинает фризить. Да, конечно, большинству игр и сейчас хватает HDD за глаза, но вот глупо спорить с тем, что всё-таки игры с SSD диска загружаются намного быстрее, ведь на скорость запуска программ в первую очередь влияет скорость работы с мелкими блоками данных, а данная скорость у SSD-шников обычно намного выше, чем у жёстких дисков. Ещё в гайдах по оптимизации часто говорят об отключении службы SysMain, которая сжимает данные в оперативной памяти, и это действительно имеет смысл, если вы используете программу ASLC. Но вот если вы просто отключаете её, при том, что у вас мало оперативной памяти, то, возможно, вы столкнётесь с жёсткими фризами в играх. Как это было у меня, когда я сидел на Core i7-870 с DDR3-1800 МГц памятью. Тогда я столкнулся с довольно сильными лагами. Справедливости ради, стоит отметить, что сейчас при отключении этой службы у меня такой проблемы нет. Впрочем, как и смысла отключать эту службу. Итак, если вам понравился данный формат, то поставьте лайк и напишите в комментариях мифы, которые следует проверить или разобрать в следующем видео. Ну а на этом у меня всё. Вот лучшие комментарии. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok